Председатель Комитета Государственной Думы по экологии Дмитрий Кобылкин приехал в Иркутскую область. Одна из целей поездки – посетить бывшие промплощадки, которые наносят наибольший урон окружающей среде. Речь об ЦБК и Усулихимпроме. После выездного совещания, в котором приняли участие экологи и общественники, состоялся круглый стол. Собравшиеся обсудили дальнейшие планы по ликвидации накопленного вреда. Активная работа по ликвидации промышленной площадки Усулихимпрома началась около двух лет назад. На эти цели из госбюджета выделены солидные деньги. Работы ведутся активно, и внимание к этому объекту повышенное. Накануне его посетил губернатор Париангарий Игорь Кобзев и депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин. По его мнению, экологическая обстановка в Усули-Сибирском долгое время оставалась без внимания высшего руководства страны. Так получилось, что сам город есть на карте, а вот его проблемы, такой глубинной проблемы, к сожалению, не знали. С этого момента, конечно, по фотографиям, по тому, что там происходило, по лабораторным данным, по тому, что ртуть лежит, и люди, значит, кто режет металл, кто там пытается на чем-то заработать. Вот, конечно, подняли волну, дошли до, значит, президента с этой темой. Владимир Владимирович детально изучил это все и сказал, что этой задачей нужно обязательно заниматься. Самые опасные объекты, содержащие наибольшее количество ртутных отходов, уже ликвидированы. Сейчас здесь демонтируют старые производственные цеха. Сравнять с землей нужно около 200 зданий. А ртуть, содержащие отходы и прочие обломки в прошлом городообразующего предприятия, будут перерабатывать здесь же, на месте. Для этого Росатом построит экологический технопарк. Накануне депутаты Госдумы, представители госкорпораций, местных властей, а также общественности обсудили будущее промплощадки в формате круглого стола. Я уверен, что мы сегодня нашли точки и с общественностью, и с жителями, показывая, что сегодня правительство Иркутской области делает в отношении этого города и его жителей. Я за то, чтобы здесь проживание было безопасно. Я за то, чтобы эта территория развивалась. Я за то, чтобы здесь было комфортное проживание. Для этого, конечно, есть определенные периоды, которые нужно прожить, пережить. И здесь вот все вот это вот такое сотрудничество, я его считаю, сотрудничеством. Когда и жители высказывают какую-то критику, и надзорные органы где-то ставят свои решения. Еще одно выездное совещание состоялось в Байкальске. Неделю назад президент Владимир Путин поручил вывести город на принципиально иной уровень жизни и сделать его эталоном экологически ориентированного хозяйствования. Сейчас здесь продолжаются работы по откачке нашламованных вод из карт-накопителей, угрожающих экосистеме озера Байкал. За минувший год при участии ВБРФ было обследовано 170 скважин глубиной до 50 метров. Отобрано более тысячи проб природных сред. Также в прошлом году здесь установили локальные очистные сооружения. До конца этого года планируют очистить около 70 тысяч кубометров загрязненной воды. Александр Бычков, Антон Бархатов. Местное время.